Привет! Это Алена Изюмская. Ну где же вы? Да еду, Алена. Еду. Тут жуткая пробка. Нет, сегодня не могу. Иду к Изюмской на XXS. На XXS, говорю. Как не знаю. Да ты что? Это же такие маленькие суперские угощения. Короче, всё маленькое, но полное ощущение настоящего ужина. Очень классная атмосфера. Отличная еда. Ну где ты? Давай скорее. Окей, Ален, я уже мчусь. Сегодня у меня необычная программа. Всё, конечно же, будет в стиле XXS обязательно. Но все мои закуски с вечера и обеда перекочевали на завтрак. Мне хочется, чтобы у вас было то же настроение, что у меня, потому что я сейчас буду готовить завтрак, скорее всего, либо субботний, либо воскресный, когда вся семья в сборе. Чтобы каждый член семьи почувствовал, как он дорог, близок, важен, я выбрала несколько разных стилистических рецептов. Первый рецепт – это бутерброд со шпинатом и перепелиным яйцом. Далее. Ну, это классика жанра лично в моей семье. Это, конечно, драники. Но я там кое-что добавила, поэтому они будут не совсем обычными. И третье. Для тех, кто любит лёгкий завтрак в стиле свежего, фреша, это будет яблочно-фруктовый салат. Так что XXS будет соблюдено. Но сегодня у меня завтрак. Поехали! Сегодня я готовлю бутерброды. Бутерброды не простые, а со шпинатом и перепелиным яйцом. Это моё первое блюдо. Для этого изначально мне нужно порезать лук и почистить его, конечно же. Луковицы я взяла половиночку, даже чуть меньше. Сегодня у меня семья из четырёх человек завтракает. Режу лук. Его я нарежу кубиком. Уже одновременно с тем, как я нарезаю, я поставила разогревать сковороду. Немножечко масла. Маленьким кубиком я нарезала лук. И сейчас буду его обжаривать на растительном масле. На разогретую сковороду, конечно же. Здесь уже всё радостно зашкворчало. Немножечко белого вина. Видите, я не зажаривала лук, а сразу наливаю белое вино. Это важно. Вот мой шпинат. Здесь бэби-шпинат свежий. В этом рецепте вы можете использовать и, например, замороженный шпинат, если у вас не найдётся свежего. Но сегодня мне повезло, я нашла его свежий. Он обжаривается очень быстро, за секунду. Так что лучше не отходить далеко. Шпинат обжарился. Он готов. Лук тоже готов. То есть всё готово. Первая стадия подготовки к бутербродам завершена. Сейчас, чтобы шпинат не стал уже слишком размягчённым, я его переложу в мисочку. Как приятно баловать домочадцев чем-то особенным. Какие бутерброды без хлеба? Я сегодня взяла багет белый, простой. Вы можете варьировать размер бутерброда по своему желанию. Задача такова. Нужно создать заборчик из шпината, который будет держать яйцо перепелиное в центре. Я сейчас уминаю слегка багет внутри, в самом центре, чтобы создать уж стопроцентно хороший забор и вот эту ямочку для яйца. Друзей мы собираем часто, но вот, к сожалению, завтраки – это не очень частая такая традиция. Но я подумала, а почему нет? Ведь воскресное утро, оно тем и хорошо, что все дома. И каждому члену семьи можно сделать маленький комплимент в какой-то степени. С утра кто-то из домочадцев оп и сделал вот такую необычную яичницу. Я здесь соединяю несколько рецептов. Это, собственно, бутерброд и любимая-любимая яичница. Чтобы уже с яйцом бутерброд мы не переносили куда-либо, я выкладываю на противень. Далее ответственный момент наступает. Бутерброды у меня достаточно маленькие, поэтому мне достаточно одного перепелиного яйца. Выглядит потрясающе. Поскольку вы уже догадались, что все это отправится в духовку, могу вам сказать следующее. Что, если вы любите, чтобы желток был очень готов, будьте готовы к тому, что он покроется белым таким налетом, потому что нагрев в духовке 180 градусов. Смотрим. Да, здесь все отлично. Уже хорошо и красиво выглядит. Но этому рецепту и этим бутербродам нужно дать время. Им срочно необходима духовка. Итак, здесь 180 градусов. В зависимости от того, какой степени готовности вы хотите желток яичный, вот от этого и зависит время. Я дам этим бутербродам где-то около 4-5 минут. Я подготовлю все для сервировки моих замечательных бутербродов. Паприка. Не буду придумывать ничего сложного, потому что все-таки завтрак, да, не подразумевает под собой каких-то кулинарных шедевров. Но все-таки блюдо должно радовать. Конечно же, нарежу ее достаточно мелким кубиком. И теперь... Первое блюдо моего завтрака готово. У меня правильная духовка, потому что здесь есть те бутерброды, где яйцо перепелиное полностью практически готово. И есть, где слегка желточек сыроват, как я люблю. Так. Есть масса вариантов. Сюда, например, можно сверху посыпать сыр. Сюда можно вместо шпината взять что-нибудь совсем другое. Например, можно выложить паприку таким же заборчиком. В общем, фантазия ваша не должна иметь границ на кухне. Это правило. Теперь красиво-красиво все это засыпаем. Это должно разбудить всех, кто еще не проснулся, но пришел на завтрак. Бутерброды со шпинатом готовы. Теперь остается дело за малым. Еще два рецепта. Приступим. Репчатый лук я мелко нарезала и слегка обжарила на растительном масле. Добавила немного белого вина и шпината. Получилась очень ароматная начинка. Я ее выложила на кусочки багета по краю. В центр распила перепелиное яйцо. Поставила бутерброды в духовку. Буквально на пять минут. В это время подготовила украшения. Мелко нарезала сладкий перец. Посыпала им уже готовые бутерброды. Получилось волшебно. Завтрак в первую очередь должен быть сытным. Потому что иногда совершенно не знаешь, когда успеешь пообедать. Поэтому я не обошла вниманием такой любимый овечь, как картофель. Драники, наверное, любят и делают практически все. Но сегодня у меня не простой рецепт драников. Это вот я все вам рассказываю, а пока чищу картофель. Дальше я, конечно, его буду натирать. Драники будут очень вкусные. Семье должны понравиться. Но это, конечно, ориентировано на мужскую половину. Братьев, мужей, отцов, сыновей, дедушек. Ну, в общем, конечно, мне кажется, драники любят не только мужчины, но и некоторые женщины. Я, например, страстный поклонник драников. Поэтому очень люблю с ними экспериментировать. Крупная терка. Все это делали очень много раз. Поэтому здесь я никакую Америку не открою. Картофель есть. Следующее. Немного лука. Никогда не помешает в драниках. Буквально одна стеночка получилась у меня. Не буду шокировать своих домочадцев большим количеством лука в этом рецепте. Режу его достаточно мелким кубиком, потому что время приготовления лука, конечно, от нарезки зависит. Кубик есть. Кубик со мной. Он отправляется в картофель. Все это нужно сделать молниеносно, чтобы картофель не успел потемнеть. И мой секретный ингредиент — это колбаса. Вы можете взять ветчину или любой мясной продукт, который вы любите. Но, конечно, он должен быть практически готов к употреблению. Или даже, как в варианте с колбасой, готов к употреблению. Я его просто нарезаю пластиками. Теперь традиционные ингредиенты. Яйцо. Достаточно одного, не очень большого. И пару ложечек муки. Все-таки драники должны быть картофельными. Перец. С утра, наверное, лучше не углубляться в использование перца. Главное, чтобы это было вкусно и не очень остро. Теперь энергично перемешиваем. На растительном масле буду жарить драник. Поскольку хочу, чтобы это было в моем любимом формате, догадайтесь, в каком. В маленьком, в маленьком, в XXS, я сделаю такие мини-дранички. Потому что это еще не финал рецепта. У меня еще есть одна интересная задумка к драникам. Здесь все молниеносно происходит. Потому что все было как раз, как нужно, на горячую сковороду. Подрумяниваем достаточно сильно. Пока драники на сковороде, я приготовлю еще один сюрприз. Именно к этим драникам. У меня на доске лежит петрушка. Зелень в нашем рационе, это очень важно. Ведь это витамины. Витамины. Витамины, еще раз витамины. Традиционно мы едим драники со сметаной. Но я сегодня решила уйти немножко от этого. И петрушку я сейчас добавлю в мягкий сыр. Это обычный сыр, нейтральный, сливочный. Не очень жирный. Теперь достаточно так много петрушки я нарезала. Перемешиваем все это. Итак, драники готовы. Я их выкладываю на салфеточку, чтобы избавиться от лишнего жира. Уже сейчас я готова приступить к сервировке этого блюда. Для этого у меня есть тарелка. И не забываем про пасту сырную, которую я приготовила вместе с петрушкой. Есть у меня любимая формовка вот именно таких паст. Я делаю кнель из сыра. Делаю это с помощью двух ложек. Когда вы укладываете на теплые драники вот такой паштет, замазку, называйте, как вам удобно, она немножко начинает таять. И, конечно, именно это и вызывает массу положительных эмоций. Вот приблизительно так. Ну и, конечно же, нужно добавить на тарелочку зелени и украсить как-то это блюдо. Конечно же, петрушка. И сегодня у меня день паприки. Кубики у нас уже были сегодня. Сейчас будет вот такой вот свежий элемент на украшение этого блюда. А мне нужно приступать к следующему блюду. Я побежала. Картофель я натерла на крупной терке. Мелко нарезала репчатый лук и колбасу. Смешала картофель с луком и колбасой. Добавила яйцо, немного муки, соль и перец. Поджарила на растительном масле мини-драники. Затем приготовила сырную массу. Сливочный сыр смешала с рубленой петрушкой. И выложила эту смесь на еще горячий драник. Украсила все это петрушкой и болгарским перцем. Очень мило получилось. Я уже начала готовить третье блюдо. Это блюдо для тех, кто любит завтракать свежими фруктами, кстати, и овощами. Сейчас я выдавливаю сок лимона. Открою секрет. Это будет основа соуса. Не очень много. Буквально чуть меньше половины сока лимона для соуса. Мне нужна цедра лимона помимо сока. Ммм, как вкусно пахнет. Поскольку в руках оказался чудо-зейстер, сейчас там окажется имбирь. Он тоже идет в заправку для этого салата. Сложно, конечно, это назвать салатом, потому что все, как всегда, я подаю в очень маленьких порциях и в маленьком виде. Для этого салата, конечно же, я выбрала шот, небольшой стаканчик, который как раз сможет передать всю яркость этого блюда. Теперь немного имбиря. Цедра лимона, имбирь, теперь сок. То есть получается, что сейчас все яркие, кислотные и пряные ингредиенты вместе. Только после этого уже я добавлю следующий ингредиент. Это сироп сахарный. Здесь уже ароматная и чудесная заправка, она практически готова. Я уже могу быстренько сейчас нарезать остальные ингредиенты. Это зелень. Здесь у меня мята, кинза. И, кажется, веточка петрушки. Ну, раз она пришла ко мне на доску, то она окажется, конечно же, в моем соусе. Потому что, в принципе, она не сможет перебить яркий достаточно аромат и мяты, и кинзы. Нарезаю ее достаточно мелко. Я уже в предвкушении завтрака, а вы? Надеюсь, домочадцы будут в восторге, потому что я сегодня подумала о каждом. О том, что кто любит. Поэтому рецепты подобрала такие разные. И теперь приступаем к овощам и фруктам. Первое. Яблоко. Мне нужно небольшой, на самом деле, кусочек яблока. Срезаю кожуру. Она здесь неуместна и не нужна. И вот такой вот небольшой кусочек яблочка. Это яблоко достаточно яркого, такого кислого вкуса. Поэтому его лучше порезать помельче, чтобы оно успело пропитаться сладким сиропом. Потому что вот сочетание вот это вот кисло-сладкое, оно, конечно же, пробуждает рецепторы. И просто позволит нам проснуться с утра. Вот так, достаточно мелко, я порезала яблоко. Теперь советую сразу его перемешать. Потому что помните, что яблоко темнеет достаточно быстро. Так. Теперь апельсин. Апельсин. Конечно же, он мне нужен без кожуры. Мне нужны исключительно дольки. Поэтому здесь все просто. Пользуйтесь вот таким способом чистки апельсинов. В таком виде вот эти стеночки, которые на самом деле и горчат, удаляются. И вы едите совершенно самостоятельно, без каких-либо межстеночных перегородок апельсин. Он получается сладкий и очень сочный. Теперь режем его ровно между стенок. Нож для этого должен быть достаточно острый. Его тут не обязательно как-то особенно резать. Потому что он сам развалится на составляющие части. Так. В этом рецепте сначала я пройдусь по фруктам. У нас было яблоко, апельсин, теперь груша. Конечно же, кожура не нужна. Груша взяла мягкую и ароматную. Для этого рецепта не нужна очень твердая груша. Есть такие сорта. Для этого салата нужна ароматная. Здесь я нарезаю ее пластиком. Теперь сюда придут томаты. Ну вот такого кусочка томата мне достаточно. Нужно вырезать все семечки. Из этого делаем кубик. Достаточно мелкий. Старайтесь, когда режете томат, не резать его по кожуре. Когда вы режете по внутренней части, все-таки сок остается в самом плоде. Все-таки при, конечно, такой мелкой нарезке, часть сока в любом случае остается на доске. А это витамины, которых нам так не хватает. Еще один ингредиент – это болгарский перец. Он придаст яркость цвета. Тоже достаточно мелко. Также положила его на кожуру и нарезаю. Итак, перец пришел к фруктам. Кстати, мне кажется, кого-то я упустила из фруктов. И это был ананас. Итак, он пришел к нам. Ананас мы режем той же формой нарезки. Почему все так мелко? Объясню. Пока мои домочадцы поглощают первые два блюда, это блюдо при мелкой нарезке успеет пропитаться. То есть фрукты и овощи пропитаются соком друг друга. А что может быть лучше? Итак, все, перемешиваю. Все, сервирую, сервирую. Уже время, время. Потому что уже открыли все глаза, все два глаза. Мои домочадцы наверняка уже почистили зубы, сделали все ванные процедуры, которые нужно. И уже, конечно же, стоят под дверью кухни и думают, чем же я сегодня буду их подчивать. А сегодня десерт на моем завтраке – это фруктово-овощной салат. Сейчас блюдо уже сформовано и готово. Я готова, мне нужно бежать, потому что я уже слышу, там начались какие-то бу-бу-бу-бу-бу. Пора кормить всех завтраком. Пошли. Сначала я расправилась с лимоном. Выжала из него сок, а цедру натерла на терке. Добавила тертого имбиря и сахарного сиропа. Измельчила мяту, кинзу и петрушку. Яблоко и грушу очистила от кожуры и мелко нарезала. Из апельсина вырезала сегменты, без перегородок. Из помидоров удалила семечки и сок. Оставшуюся мякоть нарезала кубиком. Также нарезала сладкий перец и ананас. Все ингредиенты перемешала и разложила по формочкам. Даже украшать не стала, ведь получилось так прекрасно. Завтрак готов. Мало того, воскресный завтрак готов. И, конечно же, не пугайтесь. Сегодня напиток будет совершенно традиционный. Это чай. Я выбрала зеленый чай, потому что он отлично пробуждает, отлично тонизирует, дает бодрости и заряд на весь воскресный день, который нужно провести с семьей. Тут, конечно, по сочетанию говорить сложно, потому что нет особенных никаких здесь привязок. Но все-таки вы можете заварить тот чай, который вы любите. Если вы любите, пусть это будет черный, с облепихой, с апельсинами, просто чай с лимоном, просто с медом. В общем, ваша фантазия здесь должна включиться на полную. Ведь нужно порадовать всех чудным завтраком. Поэтому мой чудный завтрак готов. Семья моя, вы где?